Будьте осторожны в Копенгагене, не попадите под велосипед, всегда смотрите, едут велики или нет. Они у нас нагленькие, могут сбить, сказать, что так и было. И отсюда уже виднеется, видите, отсюда уже виднеется башня ратушная, ратушная башня. И, как вы видите, всё в Копенгагене очень рядом. И, как я уже говорила, великое множество разных Стрэдэ. Это у нас Ле-Стрэдэ. Можете прогуляться по ней. Я когда-то тоже здесь снимала видео. Сейчас я вас по Ле-Стрэдэ выведу на самую старую улицу Копенгагена, которая называется Мак-Стрэдэ. Давайте сходим сюда. Я там уже когда-то была и даже снимала вам видео. Но раз я сейчас снимаю вам видео о том, что можно в Копенгагене посмотреть за какие-то день-два, даже за один день, то сходим, конечно же, и на улицу, которая называется Мак-Стрэдэ. Здесь, опять-таки, можно купить сувениров. Следующая улица у нас здесь Хюске-Стрэ, но нам нужно повернуть на улицу противоположную. Здесь у нас лавка внизу, в которой продаётся серебро. И это античное серебро, или, как вам сказать, в общем, не новодел, а может быть и новодел. Но если вы увлекаетесь столовым серебром, вам сюда. Вот, смотрите, это находится на перекрёстке улицы Набу-Лёс. И переходим сюда. Мы же с вами ищем самую старую улицу Копенгагена. Закончилась наша улица маленькая Набу-Лёс. Здесь у нас находится музей Торвальдсен. Здесь у нас хранятся мрамор. Улица Гамельстханд. И вот такая вот старинная улица Снарагеде, которая сейчас перейдёт в Мак-Стрэдэ. Смотрите, какая красота. Здесь находится ресторан Марвы Бен. У него, по-моему, то ли Мишелиновские звёзды, то ли он какой-то очень навороченный. И, смотрите, здесь проводится экскурсия. Ну, конечно же, где ещё проводить экскурсию, как не на самых старинных улицах Копенгагена? Смотрите, какие старинные здания. Вам обязательно нужно сюда прийти. Вы просто посмотрите на окна. Этот дом построен в 1753 году. Снарагеды заканчиваются. Здесь у нас можно заглянуть в ресторан, который называется 1733. И там делают открытые бутерброды, датские открытые бутерброды. Можно позаглядывать, как их там готовят. Если вам интересно, можете заглянуть. И мы уже перешли на улицу, которая называется Мак-Стрэдэ. Эта улица находится в центре Копенгагена. И, кстати, это одна из улиц, которая не пострадала во время пожара в 1795 году, но немножечко пострадала во время пожара в 1728 году. И здесь находятся, как я уже говорила, самые старинные здания Копенгагена. Где-то примерно в 1900-х годах здесь был рассадник проституции. Здесь было очень-очень много проституток. И здесь, смотрите, вот такая вот брусчатка еще сохранена. Если будете на Мак-Стрэдэ, обязательно обратите внимание на домик под номером 3. Здесь находится самая старая дверь в Копенгагене. 1730 год. Если вас, например, ограбят, то приедет компания, которая занимается охраной жилья. Если сработает, например, сигнализация, вот видите, вот такие вот замочки. И здесь хранятся запасные ключи. Там, смотрите, Вилен Хус. Такая вот гроздь винограда висит. Там тоже очень интересный дворик. Здесь номер 14. И здесь у нас находится дом культуры Хусет. Так и называется дом. Если вы любите пиццу, обязательно сходите сюда. Мак-Стрэдэ 19. Здесь находится пиццерия Горм. Советую. Улица коротенькая, но стоит вашего внимания, поверьте мне. Ну, а вот едет экскурсионная лодка. Она проезжает по этим каналам. Кстати, под этим мостом она проезжает очень-очень осторожно. Он низкий. Я уже сказала, вот это вот здание это Торвальдсен музеем. Там мраморные фигуры. И вот перед нами сейчас находится Слотсхольмен. Здесь находятся королевские конюшни, музей оружия, парламент, Христиансборг. Там находится также музей театра, датский еврейский музей и библиотека Дании. Чёрный диамант. Давайте пойдём посмотрим это всё. И вот, конечно же, национальный музей. Каякеры плывут с троем. Жизнь на воде. Если хотите самостоятельно поплавать по каналам, можно арендовать лодку. Вот есть, например, фирма Friendships и Гоу Боат. Гоу Боат, они ещё выдают бутылочку розе. Но у них там постоянно всё занято. Очень-очень-очень тяжело найти свободную лодку. Но, возможно, вам повезёт. Итак, здесь у нас национальный музей Дании. Можете сходить туда. Неплохо, интересно. Здесь, смотрите, находится карта всего Слотсхольмена. И расписано, что где. Вот ряды баны. Это здесь выгуливают лошадок. Сам замок, Слот. Здесь дворик библиотеки. Вот давайте сходим в дворик библиотеки. Там очень-очень шикарно. В этом белом здании есть одна специальная комната, которая принадлежит музею. Я в ней когда-то была. Постараюсь смонтировать видео и вставить его вам. Там проводятся экскурсии каждую субботу в 12 часов или в час дня на английском языке. Так что, если будет желание, обязательно туда сходите. И вот я уже, пожалуйста, подошла к Слотсхольмену. И вот он, Кристиансборг. Он построен из гранита и покрыт зеленоватой медью. Это мы сейчас находимся на строке, который называется Слотсхольмен. И уже 800 лет эта главная резиденция датских королей была. Потом в 1794 году был пожар. Здание после этого в 1849 году было отреставрировано и передано датскому парламенту. И по сей день находится в его ледении. Когда я вам снимала ночь культуры, я вас водила на руины под замком под этим. Там есть руины замка епископа Абсалона, которого считают обстанователем Копенгагена. Если вы хотите, то можете найти видео и посмотреть. И на руины можно самостоятельно попасть или сходить на организованную экскурсию. С одной стороны находятся королевские конюшни, с другой стороны находится военный музей. Здесь у нас указатель на королевскую кухню. Я, когда была на ночь культуры, я вас уже сюда с собой брала. Но если хотите, можете сами сходить. Эта кухня праздничная. На этой кухне готовят всё тогда, когда королева устраивает официальные приёмы, например, рождественский или новогодний приём, когда приглашают всех послов. В Кристиансбурге есть до сих пор зал, в котором королева приглашает всех на рождественский ужин. Вот сам Кристиансбург. Сейчас уже шесть часов, опять звонят колокола. Здесь рядом находится Слотсхольмен Кирке, церковь Слотсхольмена, старинная военная церковь. Смотрите, можно подняться на башню, обязательно сделайте. Это здесь есть ресторан. Кстати, неплохой когда-то был, сейчас не знаю как. Подняться, что ли? Подъём на башню бесплатно. Я сейчас стою первой в очереди, подзаряжу камеру и поедем. Вот я наверху. Для того, чтобы попасть наверх, нужно пройти через рамку, как в аэропорту. Вещи пропускаются тоже. Два лифта и вид на Копенгаген. Бесплатный вид на Копенгаген. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Копенгаген. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот так, совсем не думая, я вас привела на башню Такие красивые виды Вот так вот выглядит сама башня и можно уже уходить Винтовая лестница Первый лифт Зал, лифт, здесь находится ресторан И здесь выходы Ну а дальше уже лифта нету С четвертого этажа спускаться ножками Если что, около ресторана есть туалет Дверь открывается как в банке Заходишь, за тобой закрывается дверь в предбаннике стеклянное Потом только открывается еще одна дверь Вот здесь вот должна быть очередь подниматься на башню Но я уже спустилась Ну и вот площадь перед Кристиансборгом Я вам уже, когда снимала влог Срывшелин, эээ, снимала эту площадь с автобуса Вот поставили вот такие вот каменные огромные шары Это предотвращают всякие террористические атаки Никто сюда не санкционированно не въедет Там виднеется здание национального банка Здание биржи Вот там на той стороне шпиль церкви С Христа Спасителя На который тоже можно подняться на самый верх Но уже за деньги Я вам когда-то это снимала А сейчас я вас поведу во дворик библиотеки Если вы сейчас находитесь в Копенгайне То в эти дни можно сходить в национальный банк Вот это вот черное здание Вот это вот Там открыто центральный вход Который вообще это здание спроектировал Арне Якобсен Знаменитый датский архитектор И там можно зайти вовнутрь Посмотреть на старинные монеты Все, которые были в Дании Также там можно посмотреть на архитектуру Как это все сделано Это очень красиво Там специальная лестница Мебель была сделана тоже специально под банк Так что если это вас интересует То обязательно посетите А потом здание банка закроется на ремонт По Слотсхольмену можно конечно же погулять Сколько вам захочется Сколько у вас будет времени Здесь находится у нас национальный архив И я вас сейчас привела В одно из красивейших мест Копенагина Это дворик национальной библиотеки Готовы? Заходим Как же здесь красиво Уже зацветают радодендроны Здесь такой небольшой прудик Фонтан Стулчики, лавочки Уточки, домики уточек В общем красота неописуемая Сидит Киркекорд Датский философ Здесь есть дерево с магнолиями И вы не представляете Как эти невзрачные маленькие магнолии пахнут Какой здесь запах Ну вот и все Подошел к концу мой сегодняшний день с вами Буду заканчивать свой влог Надеюсь он получился не очень длинным Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И до новых встреч Всем пока Дворик музея А здесь есть вот такая вот кафешка Которая сейчас Уже конечно же закрыта И здесь лежит каменная собачка Выходим здесь и попадаем в музей войны Если вам интересно Можете сходить Там виднеется Центр архитектуры и дизайна Блокс Фредрикс Холм Каналы Но я все-таки заканчиваю на этом свой влог Продолжу завтра А здесь стоит сауна для дебатов Вот если хотите подебатировать И не знаете где Конечно же идите в сауну Еще одна лодочка обзорная Это Хоп-он Хоп-оф Если купите билетик на автобус Хоп-оф Хоп-он То можно попасть и на лодку Но нужно смотреть От какой компании автобус Чтобы у этой компании были свои лодки На той стороне находится частная клиника Где вас вылечат от стресса и боли Также массаж там есть на той стороне в клинике Субтитры создавал DimaTorzok